Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре штатное головное устройство для семейства автомобилей Volkswagen Seat Skoda. Данное устройство подходит на широкий модельный ряд автомобилей. Может быть установлено в Passat, в Jet, Golf, Skoda Octavia и многие другие автомобили. Более подробно вы можете позвонить нам и мы вас проконсультируем в какую марку автомобиля можно будет установить. Единственное, что для этого понадобится фотография вашей панели приборов. Данное головное устройство работает на операционной системе Android 8. У нее 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. В магнитоле также уже предустановлены все нужные функции, стоит FIOCOM Snapdragon 845. Вот мы открыли состояние самой магнитолы и видим информацию, что в ней присутствует. Передняя панель выполнена из черного такого хорошего пластика. Внизу есть ряд кнопок механических, что будет очень удобно при переключении треков или выхода, допустим, в меню. Кому интересно это. На передней панели у вас будет отображаться скорость, она будет отображаться, браться с GPS навигацией. Здесь вот значки. Есть два варианта лаунча. Вы можете выбрать, какой вам понравится. Также здесь мы заранее предустанавливаем такие приложения, как TORG для диагностики вашего автомобиля, HD Video Box и Lazy Media Deluxe. Эти программы помогут вам смотреть телевизор, ну, скажем так, видео и клипы, сериалы в онлайне. Также здесь есть TV-тюнер. Единственное, что мы его не проверяли, у нас нет антенны. Ну, и, соответственно, антенна есть, но ее нужно подключать к автомобилю. У нас, как бы, нет такой возможности. Можно просматривать видео. Вот, например, можете посмотреть. Вот в видеофайле. Все четенько. Отлично воспроизводится. Это тестовый видеофайл. Сейчас я его немножко пишу. Это тестовый файл, который идет в самой магнитоле. Также можно строить видео в онлайне и так далее. Итак, выходим с тестового видео. Так, видео у нас не остановилось. Вот, все, есть. Мы предварительно делаем все настройки, чтобы у вас подсвечивались кнопки и работало видео во время движения. Потому что с коробки оно отключено, так как европейские нормы запрещают просмотр видео во время движения. Есть возможность прослуживать музыку через Bluetooth с вашего смартфона. Также есть возможность общаться по телефону во время движения. Для этого вот у нас есть Bluetooth. Мы синхронизируемся с вашим смартфоном. Ну, и, соответственно, принимаем звонки. Есть функция AZ-Connect. Вы можете синхронизировать свой смартфон посредством шнура либо Wi-Fi и выводить изображение с него на голову, соответственно. Также данное головное устройство полностью синхронизируется с бортовой системой вашего автомобиля, что дает возможность подключить кнопки на руле, видеть отображение разных параметров. Сейчас попробую показать это. Так, сейчас найду просто где оно. Секундочку. И вы сможете, конечно, просматривать, допустим, там температуру, охлаждающую жидкость, аккумулятор. Там есть несколько приколов, которые помогают просмотреть. Так, сейчас найдем и посмотрим. Вот параметры, то есть жидкость для очистки, пробег, скорость, вращение скорости, тормоз, ремень безопасности, остаток топлива, который у вас в баке. Если вы едете, вы можете, допустим, всю эту информацию просмотреть. У вас получается как отличный бортовой компьютер. Он берет прямо с мозгов вашего автомобиля, берет всю нужную информацию. Здесь единственное, что, допустим, если у вас коробки сразу не начало работать, вот видите, тут пишется, какие автомобили могут быть сейчас поддержаны, вам нужно будет зайти и переключить режим CAN-модуля. Это в настройках делается, если, допустим, с коробки не начало работать, там не видит ваш компьютер или еще что-то. Так, что еще рассказать? В принципе, в двух словах я все вам рассказал. Есть вот такой вот вариант инструкции, он, правда, на английском языке, но, в принципе, как бы можно разобраться. В комплекте идет GPS-антенна, специальные переходники для автомобилей, и так, GPS-антенна, переходники для автомобилей, коробка, пульт, ну, в принципе, как бы все. Магнитола крепится вот по штатным специальным вот таким вот креплениям. Здесь такие вот ушки находятся справа и слева, и с помощью них, как бы, идет закрепление. На передней панели у нас есть выход под карту памяти, вот здесь вот он располагается, микрофон и специальное окошко для пульта дистанционного управления. С задней стороны у нас есть два выхода под USB-флешки, они выводятся в бардачок. Также у нас есть выходы под сабвуфер, под камеру заднего вида, камеру переднего вида, а также можно подключать внешний монитор. Можно также использовать вот такой вот видеорегистратор. Он также подключается к магнитоле, и, соответственно, с помощью специального приложения, которое устанавливается, выводится изображение с регистратора прямо на голову. Запись вот здесь выставляется, карта памяти, и, соответственно, ведется запись. Комплектуется такое устройство отдельно, оно в комплекте не идет. Камеру заднего вида также можно приобрести у нас отдельно. Есть камеры заднего вида штатные, есть камеры заднего вида универсальные, то есть кому что подойдет. В принципе, как бы, это не проблема. Качество картинки отличное, как на меня, все отлично работает. Так, сейчас мы выключим клип. Здесь у нас идет 10-полосный эквалайзер, вот, если вы обратите внимание. Можно выбрать предустановленную какую-то программу, можно, соответственно, взять за основу то, что вы хотите отрегулировать. Можно выбрать, сделать настройку звукового поля, то есть, куда будет идти звук на задней динамики, на правой, левой или передней. Здесь у нас основные настройки, опять же, вот я отключил ручной тормоз и включил подсветку. Можно также это выключить, то есть она будет включаться, если вы все правильно подсадите, когда будет вечернее время суток, а не гореть постоянно. Ну, и так далее. Вот зеркальное изображение, это, если вам нужно перевернуть камеру, изображение камеры, вам нужно включить вот эту функцию, мы ее пока включать не будем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok